Ирина Шапаренко Я увидела, как Ира танцует и обратилась к ней, чтобы выразить свой восторг. А потом подумала, ведь это может и нам всем, ну не только научиться танцевать, если такое возможно, но и постройнеть. Трудно поверить, но у меня не всегда была такая красивая фигура. Когда я приехала в Киев, я поправилась на 7 килограмм. Это очень плохо отразилось на моей талии. Она была, скажу по секрету, 72 сантиметра. Но благодаря удачному комплексу танцевальных упражнений и небольшим секретам, которыми я сегодня поделюсь, я добилась прежнего результата. Отложила лень и приступила к работе. Я попросила Иру принести сантиметр для того, чтобы мы могли измерить талии и убедиться, что сантиметры ушли. 67 сантиметров. За три недели упражнений ушли лишние сантиметры, талия стала более очерченная. И я сегодня вам покажу эти упражнения. А для красоты женской фигуры необычайно важны как раз пропорции. 2 к 3. Именно 60-90 это те самые пропорции. То есть если талия шире, просто и бедрышки будут соответствовать? Да, если у вас бедра 120, то талия будет 80. Это будет выглядеть красиво и женственно. Кроме тех упражнений, которые мы сегодня научимся, очень важно следовать секретам, которые Ира постепенно нам раскроет. Мне кажется, что восточными танцами можно эффективно заниматься, только если есть такой красивый костюм. А если вот как у меня, только часть, то может не получится. Или это тоже нет? Получится обязательно. Для тренировок наряд не важен, наряд важен для настроения. Когда у нас уже есть чем похвастаться, мы одеваем красивый наряд и показываем это зрителям. А для тренировки подойдет спортивная одежда. Поэтому, в чем бы вы сейчас ни были, если вам удобно, есть немного времени и места, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, будем учиться и заодно стройнить. Для начала мы сделаем небольшую разминку. Нам нужно насытить нашу кровь кислородом и запустить тело в работу. Сделаем вдох, потянемся вверх и выдох вниз. И еще раз вверх, вдох и выдох. Правой ручкой мы потянемся в левую сторону, потянем косые мышцы нашего живота. Вдох. Поменяли положение. Левой рукой вправо, на выдохе вниз и со вдохом вверх. Плечики встряхнем назад и расслабимся. У тебя все получается, как восточный танец. Первое упражнение это скручивание бедрами или назовем его твист. Мы стоим ровно, ножки на ширине бедер, ручки раскроем в стороны. Будем скручивать правое бедро вперед, левое вводим назад и левое бедро вперед. Очень важно плечи оставить на месте и работать только бедрами. Мы сразу чувствуем, как включаются косые мышцы живота, включаются мышцы пресса. Это движение мы постепенно ускоряем. А ноги остаются на месте? Ножки остаются на месте, пяточки на полу, коленочки ровные. Мы стараемся довести до максимально быстрого темпа. Почувствуем сразу напряжение в талии. Хорошо. Долго так? Одну-две минуты. А ты пробовала еще каким-то видом спорта, может быть, заниматься? Я всю жизнь занимаюсь танцами. Народная хореография, классическая хореография, современная. И вот полюбила еще и восточную хореографию. Первый мой секрет – это нут. Турецкий горох. Он богат белком. Отдавайте ему предпочтение во второй половине дня. И тогда у вас будет чувство насыщения, и лишние сантиметры не будут откладываться в талии. К тому же из нута можно приготовить вкуснейшие блюда, что не раз доказывали наши эксперты на кухне «Все будут добрые». Нут не так часто мы используем как традиционный горох при приготовлении блюд, и он немного дороже, чем горох. Но все-таки он необыкновенно полезен тем, кто хочет построить. Да, и очень вкусный. Второе упражнение – это арки бедрами. Поднимаем бедрышко, подтягиваем его под ребрышко, высоко, сразу чувствуем, как включились наши мышцы. Скручиваем бедро вперед и опускаем вниз. Точно так же поднимаем вверх, раскручиваем назад и опускаем вниз. Ой, нога все время на вытянутом пальчике. Ножка стоит на носочке, пяточка не опускается. Вверх и вперед-вниз, вверх и назад-вниз. Точно так же мы повторим вторым бедром. Нам талия нужна с двух сторон красивая. Левая ножка на носочек, бедро закручиваем вперед, поднимаем вверх и возвращаем назад. Очень активно работают косые мышцы живота. Мы чувствуем, у нас работает бедро, у нас еще включаются мышцы спины и руки. На одну сторону хуже получается, у меня на левую. Там, где вам сложнее, уделите больше внимания. Такое упражнение мы тоже повторяем одну-две минуты. Куркума. Вы ее можете добавить в кофейный скраб. Кофе, мелкая соль и куркума. Делаем скраб, а после этого наносим масочку на основе оливкового масла и куркумы. Именно куркума сделает кожу мягкой, шелковистой. И при похудении предотвратит растяжки и сделает кожу более упругой. Переходим к третьему упражнению. Круги бедрами. Правой на носочке пятку мы не опускаем. Правым бедром мы будем прорисовывать полный круг. Заводим бедро вверх, опускаем вперед-вниз, слегка присаживаемся. И через низ проводим бедро назад. Вперед-вверх и через низ-назад. Получается очень красивое, грациозное движение. Стараемся сделать... У кого как. Стараемся сделать в большой амплитуде. А если включить музыку, то это уже получится практически танец. У нас задействуются мышцы живота, мышцы спины. И работает верхняя часть бедра. Еще же и руки как-то должны соответственно двигаться. Точно так же мы повторим с левой ножки. Левая ножка на носочек. Правая опорная. Бедро левое поднимаем. Скручиваем вперед, опускаем вниз. Через низ проводим назад. Опять поднимаем вверх, вперед-вниз и назад. И постепенно наращиваем скорость. Повторяем 1-2 минуты. Если чувствуем, что сил много, включаем любимую музыку и танцуем. У меня есть еще один секрет. Очень необычный, судя по всему. Чертеж какой. Трости? Да. Восточный танец с тростью. Трости используются в фольклорном танце под названием саиди. Танец изначально был мужской, но женщины все, что им нравится, они тут же берут и начинают повторять. И соответственно появился танец и женский, с легкой тросточкой. А у мужчин тяжелая трость, да? У мужчин большая трость, которая раньше служила им оружием. Это, конечно же, нелегко, но есть одно упражнение, с которого можно начинать. Мы берем трость, поднимаем бедро вверх, плечики остаются горизонтально. Укладываем трость на бедро, стараемся ее удержать. Движение в статике. Мы уже с первых секунд начинаем чувствовать, как у нас горят мышцы косые, как наша талия начинает работать. Начинайте с нескольких секунд и увеличивайте до 2 минут. Главная практика. Стараемся добавить восточных движений. А получается, чем толще попа, тем лучше получится это упражнение. Несоответствие. Чем тоньше талия, тем лучше получится это упражнение. Вот он, правильный подход, поняла. Наше четвертое упражнение – это восьмерки бедрами. Ножки у нас на ширине бедер, коленочки ровные. Мы будем скручивать бедро правое вперед, выводить его в диагональ, вперед максимально оттягивать. Наши мышцы сейчас работали, а теперь мы их растягиваем. И скручивать назад в диагональ. Левое бедро вперед и раскручиваем в диагональ назад. Движения бедрами горизонтальные, параллельно полу. Начинаем в большой амплитуде, медленно, плавно, постепенно. А ноги прямые или там как-то их можно подсгибать? Когда мы работаем правым бедрышком, правая ножка наша останется прямая, левую мы можем согнуть, расслабить в этот момент. Когда переходим на левую ножку, левая ножка прямая, правую расслабляем, в коленочке она у нас сгибается. Стопы параллельно, постепенно увеличиваем скорость. Отлично. Стараемся пяточки удержать на полу и почувствовать, как растягиваются наши косые мышцы. Точно растягивается, да. Это забедренные суставы тоже у нас тянут. Можем добавить движения руками и получим уже красивые движения из танца. Для того, чтобы всегда оставаться в форме и достигать новых высот, я пью экологически чистую воду из глубин земли. Ведь тогда я могу с новыми силами двигаться вперед, к своей цели. Ну и последнее наше упражнение – это трясочка. Это упражнение, оно самое эффектное, оно очень красиво выглядит. На нем мы будем расслабляться. Ножки у нас остаются в том же положении, параллельно, на ширине одной стопы. Мы поочередно выпрямляем и сгибаем правое и левое колено. Толкаем ножки назад, пяточки не отрываем. Отлично. Конечно же, такой платок с монетками, он помогает нам почувствовать, что мы все делаем правильно. Расслабляем мышцы, делаем вдох и ручки красиво вниз. Если вы уже научились делать это упражнение достаточно долго, я вам советую немножечко усложнить. Все предыдущие движения мы соединим с тряской. Это невозможно. Это возможно, главное начать. Восьмерку мы соединяем с тряской. Наши коленочки работают. И бедра двигаются по восьмерке. Что такое, Ира? Это уже верх мастерства, и мы к этому стремимся. Я просто потрясусь. Как ни странно, у вас, Надя, очень хорошо получается. Ну, спасибо. А также мы делаем круг бедром, и коленочки работают. А как же они могут одновременно работать и крутиться бедром? Короче, нужно тренироваться. Да. Каждый день 15 минут уделите своему телу, сделайте упражнение, получите удовольствие, послушайте хорошую музыку, и все у вас получится. Да, здесь замечательно то, что действительно заряжаешься энергией, получаешь позитивный заряд, музыка прекрасная, все женственно. Спасибо тебе огромное, это была замечательная тренировка. Субтитры подогнал «Симон»!